Много раз смотреть «Укращение Строптилова». Вы смотрели на него? Там Челентан играет. Он обычно дрова рубил. Освященник Друхов в колокола. На самом деле это же такой естественный процесс. Это в материальном мире. Всех мучает вожделение. Необходимо просто заняться чем-то. Понять, что вожделение имеет такую природу, что чем больше удовлетворяешь, тем больше оно разрастается. Удовлетворять вожделение – это подобно тому, что подливать масло в огонь. Поэтому нужно прекратить просто масло в огонь подливать. И постепенно оно уходит. Оно может не до конца уйти, но все меньше и меньше тревожит. Ну, это не нужно особо переживать. Есть такая история. Кришна любил прикалываться. И он знал, что Махараджи Итхишира, он всегда правду говорит. Он у Махараджи Итхишира спросил. Махараджи говорит, «Ваша мать, она у матери Кунти, царицы Кунти, у нее было благословение всегда оставаться молодой и красивой». То есть она была очень красивой женщиной. Он спросил, «Ваша мать, она очень красивая женщина. Вот ты можешь сказать честно, ты испытываешь когда-нибудь к ней вожделение?» И так как царь Итхиширом был правдивым царем, он говорит, «Да, иногда испытываю. Он говорит, что ты делаешь с этим?» Он говорит, «Ничего не делаю». Ну, смысл в том, что дается объяснение, что с помощью Махараджи Итхишира, он говорит, с помощью дхарма-будхи, то есть богосознающего разума, он контролирует вожделение. То есть вожделение – это телесная потребность. То есть оно может быть грубое, может быть тонкое вожделение, но разные формы вожделения, оно приходит само по себе. То есть оно вследствие каких-то сочетаний, каких-то элементов, нужно понять, что оно гнездится в телесной концепции. Оно приходит, просто нужно игнорировать, не обращать внимания, продолжать заниматься чем-то духовным. Вечный процесс тех живых существ. Ну, в любом случае нужно рано или поздно будет просто договор написать с Господом. И Господь теперь только все для тебя. Больше не буду лить масло в огонь. У меня все не грамма. Процесс. Ну, понятно так. Обычно, ну, даже делать, не оставлять попытки, просто заниматься духовной практикой, воспевать Святое Имя, совершать севу, изучать Писание. То есть много-много чего нужно делать, отряд мероприятий для того, чтобы, ну, отстраниться от этих врагов. Жадность, вожделение, зависть, гнев, безумие. То, что овладевает нами постоянно. То есть, ну, на начальном этапе, есть такой очень хороший комментарий в 10-й песне Шимат-Багава, там комментарий, где у Дэваки раздались дети, и Камс их убивал. И вот эти дети там, сколько их, шесть, по-моему, явилось, да, шесть детей явилось, и они были убиты Камсой. И на самом деле вот эти шесть детей, Бахтитан Саим в Рухпаде, он пишет, что эти шесть детей, они олицетворяли шесть шесть пороков. Гнев, вожделение, жадность, зависть, безумие, иллюзию. И Камса, Камса олицетворял страх. То есть нужно понимать, что особенно в начальном этапе страх, страх, он наш помощник. То есть из страха, когда преданное практикует, страх потворствовать этим порокам, он защищает нас. То есть и постепенно, то есть мы избавляемся от всех этих врагов. А в конце приходит Кришна, когда мы избавляемся от этих пороков, приходит Кришна и уничтожает сам страх, то есть Камсу. Бахтитан с вами, Прохопаду, вы читали этот комментарий? такой. Это в начале десятой песни, там как раз когда Кришна начинает рождение Кришны, Прохопаду дал такое определение, что нам очень полезно в начальном этапе просто бояться. Бояться просто нужно понять, что мы встали на путь преданности, это не такая дешевая вещь, как может иногда показаться, потому что если мы сможем оценить, что такое сознание Кришны, то есть по-настоящему, если мы по-настоящему оценим в глубине своей, какое богатство мы получаем в виде сознания Кришны, мы поймем, что мы не будем так поверхностно относиться, потому что если мы не отнесемся с должной благодарностью, с должным почтением к тому, что нам дал Господь, дали нашу гуру, мы совершим оскорбление, и за это оскорбление вынуждены будем опять попасть во все противопрожделение это такое, ну, как бы одно из проявлений этого мира, оно настолько с одной стороны очень могущественно, с другой стороны настолько бессмысленно, столько времени занимает, столько энергии, фактически, все люди, все люди, они крутятся вокруг этого вожделения, то есть все вожделеют ко всему, что угодно, потребительство, то есть мы хотим чего-то, каких-то вещей абсурдных, иллюзорных, которые по сравнению, ну, то есть, ну, как вот приносят красивые настоящие цветы, да, а есть пластиковые цветы, которые просто вот никчемные, ну, они могут стоять, пылиться, вот у нас там в храме стоят, ну, они просто и бывает, если, ну, они как-то какой-то антураж придают, там, где-то вот, ну, они сбоку поставили, вот они украшают, ну, как бы, издалека не могут показаться даже настоящими цветами, я еще первый раз помню, говорю, да, 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 такие красивые цветы принес, это мама, говорит, принесла, я говорю, твоя мама уже так полгода как уехала, так это же искусственно, махараджи, говорю, серьезно, так красиво сделаны, такие розы красивые, со временем там прошло пару лет, но они остались до какой-то степени красивые, но уже такие, они стали, как бы, потускнели немножко, форму вроде держат, но ничего в них нету, вот, и, ну, свежие цветы это свежие цветы, они всегда красиво выглядят, украшают алтарь, то же самое вожделение, это настолько, ну, бессмысленно, и с виду кажется в иллюзии, что это что-то красивое, какие-то там вещи, которые, это удивительно, люди, это они одну вещь купили, другую вещь купили, третью вещь купили, да, забили полный шкаф вещами, они пылятся там, грязнятся там, с ними, не знаешь, что делать, вроде бы, хотел бы одеть там, да, ну, невозможно все вещи одеть, все, правда, и вот, такой вот, внутренний разлад происходит, думаешь, вот, что это такое вообще, напасть, такая жизнь несправедливая, ну, потом раздаришь все вещи, и как бы хорошо становится, такое вот, это вожделение, ну, просто, ну, осмысливать, вообще, научиться, думать, богосознающим разум, духовным разум, то есть, ну, просто, вот, приходит какая-то бредовая идея, да, приходит какая-то бредовая идея, ну, нужно не спешить ее, как бы, воплощать в жизнь, а, ну, подумать о причинно-следственной связи, что из чего вытекает, и что, что это, за что повлечет, поэтому, ну, это такой первичный метод на уровне страха, скажем так, да, то есть, на уровне, на уровне страха запутаться опять в этом материальном мире, потому что в материальном мире очень просто запутаться, одно какое-то неправильное действие, какая-то ошибка, Господь, Он всегда предупреждает о том, что мы делаем что-то не так, но если мы игнорируем Его предупреждение, мы шаг делаем, потом еще шаг, потом эта трясина запутывает нас, затягивает, мы ищем в себе оправдание, ищем в себе обоснование, находим ее в философии в какой-нибудь, вот, и в самих писаниях можно найти оправдание своим, своим действиям, потом мы уже где-то вообще поплыли в какую-то непонятную страну наслаждений, потом, а потом когда уже захотели, опомнились где-то там на обочине, захотели вылезти оттуда, а уже куча долгов, как бы, нужно опять совсем расплачиваться, потому что, ну вот, просто когда приходит преданное служение, преданное служение, это, ну, говорит о том, что есть, ну, как бы, портал открылся, да, то есть, есть возможность, либо, ну, долгов нету, либо есть возможность с ними расстаться, ну, безболезненно, потому что Господь, он периодически, ну, открывает нам такие возможности, он говорит, вот сейчас вы можете предаться, и я, говорит, заберу все долги, и вы не будете никому ничего должны, и нужно воспользоваться этими вещами, ну, такой возможностью, просто мы часто очень, приходим в сознание, Кришны, ну, по идее, ну, что такое сознание Кришны, вот мы пришли, нам говорят, оставь все, и просто предайся мне, то есть, ну, в принципе, просто очень, да, то есть, если мы находимся на неком подъеме, на неком вдохновении, вот в этот момент, если мы предались, то есть, мы сказали, да, Господь, я все отдаю, и предаюсь себе, но, что происходит потом, мы какое-то время служим, предаемся, делаем все, а потом, у нас появляются, опять, приходят эти враги, вожделение, жадность, там еще зависть какие-нибудь, да, и, ну, они такие на уровне подсознания, мы думаем, может еще что-то сделать, может еще, может что-то улучшить, может что-то, и мы опять начинаем потихоньку влазить в различные долги в этом материальном мире, если мы вовремя опомнимся, мы сможем рассчитаться, а если не опомнимся, опять накопим, придется опять ждать, ну, неизвестно, сколько придется ждать, процесс такой кармы, это такой, очень запутанный процесс, что кому должны, там, какие-то проклятия, какие-то благословения, там, у нас столько вещей всяких связывает, вот, ну что, может еще какие-то вопросы? Ну, я где-то слушал вопрос, давно объяснение, ну, сознание Кришны, это значит находиться в сознании Кришны, то есть, ну, поместить себя в такое положение, чтобы находиться в его поле зрения, поле зрения Кришны, то есть, мы находимся в его сознании, то есть, мы находимся с ним во взаимодействии, в коннектах, просто, большинство людей, почему они не в сознании Кришны, потому что они в сознании мая. То есть их сознание сосредоточено на чем-то материальном, и, соответственно, Кришна на них смотрит, но они не обращают на него внимания. Поэтому они не находятся в его ведомстве, потому что они игнорируют его взгляд. Господь же никого не игнорирует. Он отвечает ровно настолько, насколько живые существа обращают на него внимание. Как только внимание сосредоточено на Кришне, они сразу же, сознание души, сознание Кришны, они соединяются и становятся сознанием Кришны. Кришань живет отдельно, не живет сознанием собственного бытия. Это простой пример, допустим. Сознание Кришны, можно сказать, что находится в сознании Кришны, находится в сознании Гурудева, в нашем случае. Потому что Гурудев находится в сознании Кришны, а мы находимся в сознании Гурудева. Как это проявляется? Гурудев нам говорит, что делать, мы это делаем. И когда Гурудев нам говорит, что делать, мы считаем, что это неправильно, что нужно сделать по-своему. Потому что нам кажется, что мы лучше понимаем, что нужно делать. Вот в этот момент мы можем выпустить сознание Кришны. потому что всегда нужно отдавать отчет, что мы никогда не будем особо хорошо понимать и особо хорошо разбираться. И будем постоянно совершать ошибки какие-то. И поэтому мы должны всегда помнить, что вероятность для нас совершить ошибки очень велика. как бы там мы себе с помощью разума, логики и чего-то не обосновывали с нашего житейского опыта, все равно мы можем совершить ошибку. И поэтому самое безопасное, это всегда полагаться на находиться в сознании Гурудева, то есть сознание в его поле. То есть он, может быть, не будет нами рулить вот так вот, прям как жестиком, да, то есть. Но, по крайней мере, он будет задавать направление, вот, задачи какие-то ставить, которые необходимо совершать. Вот сами задачи, мы должны сами предлагать усилия, чтобы исполнить эти задачи, периодически, сверяясь с тем, ну, с мнением Гурудева. Тогда мы будем находиться в сознании Кришны, даже совершая ошибки. Потому что совершать ошибки – это не страшно, главное, не навязывать, ну, убрать свою волю. Наша проблема, что мы вот это, своеволие, мы хотим вот, думаем, что мы во всем разобрались, что мы знаем как, что, куда, зачем. Вот, соответственно, мы поэтому периодически выпадаем. Вот, но если мы научимся смиряться, ну, подчиняться, ну, на самом деле, простое слово – послушание, да, вот, послушание – очень хорошее слово, особенно, ну, ну, вообще, всегда и везде это, но особенно вначале, оно необходимо просто, оно может прийти в процесс понимания процессов, и очень такой, когда мы будем предчувствовать, что Гурдев хочет, или Господь хочет от нас. Ну, это тоже вот такой несколько самонадеянный, конечно, взгляд, но до какой-то степени со временем мы, ну, обучаемся этому. То есть мы находимся так, ну, приходит некая спонтанность. Вот, ну, это все со временем. Но все равно вероятность ошибки всегда существует, всегда есть вероятность сгордиться, всегда есть вероятность. Поэтому говорится, что духовный путь – это вообще, ну, самый сложный путь. Почему? Потому что вот из-за именно вот этих всех маленьких нюансов. То есть одна маленькая ошибочка какая-то, одно небольшое отклонение, оно влечет за собой очень такие серьезные искажения. Поэтому мы должны всегда вот, ну, понимать, что мы где-то в открытом море и шторвал отпускать нельзя. Нужно всегда быть на чеку, потому что все, что угодно может быть в открытом море. Ветер, шторм, разные живые существа, которые могут нас съесть там. Поэтому, с одной стороны, все очень сложно, с другой стороны, не скучно. нам скучать не придется. с другой стороны, ясность и расслабление, они такие цифрические, и когда строится, что они находятся, то как бы и грехов они все делают, и состояние не улучшено. с другой стороны, насколько, насколько, вообще, нужно уделять внимание в работе с связанностью и расслаблением, или, ну, больше, как бы и грехов, как бы и грехов, как бы и грехов, как бы и грехов, но если это связано просто, ну, уже понять, чем отличается, ну, скажем, йога, в общем, ее понимание, так как люди ее понимают, допустим, там, какие-то практики, там, типа сыроедение, там, или праноедение, да, вот, чем они отличаются от пути бахти, потому что, в конечном итоге, ну, все это разные физкультуры, они призваны наслаждаться этим миром, просто более качественно на телесной платформе, то есть чистое тело, хорошо размятое, да, то есть там, растянутое, в котором очень хорошо бегут потоки, ну, кто управлял наркотики, он знает, чем, ну, чем наслаждаются, ну, все процессы ускоряются в теле, и человек, он наслаждается вот этим состоянием, легкости, такой, возможности, то есть силы, такой, ну, приходят, да, такие вот, удивительные даже возможности могут появляться под действием наркотиков, вот, но потом что происходит, происходит потом, ну, заканчиваются действия, и человек, он чувствует себя, как бы, ну, болит все, а в йоге, допустим, или в каких-то духовных практиках, ну, процесс обратный, то есть человек, он сначала создает условия для боли, ну, как-то, какие-то, скезу какую-то претерпевает, страдает, а потом эти потоки начинают бежать в нем хорошо, и он, в принципе, испытывает, ну, такое же действие, как от наркотиков, ну, и, в принципе, то же самое, получается, что от наркотиков наслаждается, что тут просто в категории невежества, а тут это в категории благости, и поэтому получается, что если это просто ради самого, ну, самого наслаждения вот этими, этим своим телом, то это просто телесная концепция, и она к духовности, может быть, даже еще более сложно подойти, чем во время страданий, поэтому, ну, говорится, как, что в здоровом теле здоровый дух, это, ну, до какой-то степени, может быть, хорошая поговорка, но она демоническая, то есть это, ну, люди, находящиеся на здоровой, на телесной концепции, в большей степени, она может быть и не демоническая, иногда, как бы, и преданная, ну, мы не стремимся, там, сознательно отказаться от тела, да, то есть не стремимся на него, мы стремимся тело задействовать в служении, поэтому мы занимаемся телом, занимаемся телом в той степени, в какое-то необходимое для служения, то есть поэтому, ну, для духовной практики необходимо, чтобы, ну, и ум был ясным, и тело было небольным, поэтому мы какое-то время уделяем и йоге, и каким-то питанию, но в центре стоит, в конечном итоге, преданное служение, то есть поэтому нужна золотая середина, то есть тот, кто ест слишком много, или слишком мало, тот, кто спит слишком много, или слишком мало, не может заниматься йогой, вот, и в нашем случае йога, это бахти-йога, да, то есть йога преданного служения, вот поэтому мы, изначально нужно поставить в центр то, ради чего мы все делаем, просто если мы не поставим в центр нашу цель, то тогда все это будет происходить в уровнях иллюзии, и в конце концов ни к чему не приведет, много же людей йогой занимаются, правильно, огромное количество, спросите у них, для чего вы йогой занимаетесь, они скажут вам, ой, я так хорошо себя чувствую, стал, вот, у меня много времени теперь стало появляться, там, я больше дел могу сделать, а каких дел-то, чем связано, все с той же, ну, материальной природой, то есть все ради, ради того, чтобы лучше наслаждаться в этом материальном мире, еще более защищенно, но время-то бежит, там, здоровым человеком или нездоровым, все равно он умрет, просто, ну, даже если человек там встретил каких-то йогов, которые живут там миллионы лет, ну, тоже какой смысл, все равно это, ну, находится в какой-то рамках материальной концепции, и, 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 память не терять, просто как во время смерти, но, с другой стороны, поэтому нам говорят, что нужно просто предаться Господу, предаться и, почувствовать, ну, что Господь от нас хочет. Допустим, почему, ну, православные, христиане считают, ну, вот, астрологию над демонической наукой? потому что она реально демоническая стала, потому что изначально это была божественная наука, потому что ее использовали для того, чтобы вычислять, когда поклоняться Господу, правильное время, то есть это было необходимо, потому что это и сейчас необходимо, надо знать, если мы поклоняемся Господу, нужно знать время, когда, что правильно делать, какое время благоприятное, какое неблагоприятное, но сейчас люди используют астрологию исключительно как источник наслаждения, чтобы все просчитать, все, как бы, милость Господа уже забытая, где-то она где-то в стороне там стоит, вот, мы, зачем нам милость Господа? Мы и так все рассчитаем, мы знаем, когда, в какой фазе, что пребывает, там, найдем себе партнера правильного, там, найдем правильных друзей, то есть все, как бы, рассчитаем, и таким образом люди, они очень быстро деградируют, а юрведа то же самое, ну, юрведа – это божественная наука, да, поддержание здоровья ради служения Господу, но люди поддерживают здоровье ради того, чтобы еще больше наслаждаться, то есть фактически аюрведа, как наркомания стала, такая узаконенная, знаешь, какие-то препараты, как они действуют, вводишь себя в гуну благости, но все равно не помогает, потому что настолько все невежественное употребляют, что потом уже лечиться тяжело очень. поэтому мы не против, ну, каких-то, ну, поэтому, ну, питаться нужно правильно, ну, в гуне благости, в гуне благости, ну, по крайней мере, мы не склонны впадать во власть этого невежества, невежество, оно порождает вот этих все, все вещи, похоть, вожделение, жадность, все, ну, мы связаны с питанием напрямую, то есть, поэтому, ну, нужно знать, что есть, как есть, поэтому мы едим, мы знаем, какие продукты можно Господу предлагать, едим просад, читаем просад, но с просадом тоже нужно быть осторожным, на самом деле, потому что особенно по молодости, там, можно сказать, что, ну, хала уже это просад, начать есть одну халаву, потом, что с нами будет, через какое-то время, я, например, халаву уже, много лет не могу есть, уже, наверное, лет 10-15, наверное, не ем уже ее, потому что, я вот не могу ее есть, потому что я ем, и у меня просто голова начинает болеть, и все, и я, как бы, просто плохо себя чувствую, ну, вообще сладко не могу есть, не то, чтобы там я, как бы, мне нравится вкус сладкого, но я не могу его есть, просто тело не позволяет, потому что это такое вот, капотозное состояние возникает, как, может, аллергия какая-то, как с похмелья, сразу, там, 10 минут наслаждения, там, сладким вкусом, а потом, такое, такое, так, ну что, у нас 9 часов, еще есть какой-то ваш короткий вопрос, Вечный спутник, как обрести любящее сердце и научиться жить в семье Гурудева, не причиняя беспокойству преданным, стараться заботиться о них не формально, а подлинно, вопрос такой он из серии «Как мы можем?» это все, ну, нужно понять, что любовь, она не что-то вызываемое механически, и, ну, не что-то, что, вот, любовь, это такая штука, она, как бы, нежданно нагрянет, то есть, когда ее совсем не ждешь, то есть, ну, просто мы не можем изобразить, там, какую-то любовь, какую-то привязанность к преданным, там, или к другим людям, вот, это, ну, чувство, которое, ну, естественно, по своей природе, может прийти в процессе, ну, просто как понять, что оно приходит, и что мы, наверное, пути, как Шил-Шидар Махараш сказал, что есть постоянно путеводные знаки, что мы идем в правильное направление, у нас всегда будет наше движение колебаться от сильного вдохновения до полного отчаяния, то есть, ну, как вот, два стиха, ших-шаш-таки, первый стих дает величайшую надежду, что все это возможно, мы начинаем с усердиями воспевать Святое Имя, второй стих, он обескураживает, да, то есть, надежда есть, но мы не способны, и мы в такой вот, постоянно вот на этих качелях, то есть, с одной стороны, мы надеемся, что у нас все то, о чем нам говорят святые, о чем говорит этот стих, о том, о чем говорят Священные Писания, что это существует, а с другой стороны, мы понимаем свою вот эту бренность, свою зависимость от мира материи и неспособность действовать Городев, вот в данном случае, он он говорил, что вы, когда вы постоянно будете сталкиваться с этими вот вещами, качелями, с этими, вы придете, естественным образом, к третьему стиху, то есть, естественным образом, придет смирение, естественным образом, придет терпение, будете оказывать почтение другим, почтение не... В начальном этапе мы должны... Мы соблюдаем этикет, ну, кланяемся как-то там, ну, чтобы не вызывать возбуждение, когда, если нет подлинного почтения, подлинного какого-то преклонения перед какими-то вещами, ну, мы должны, по крайней мере, ну, где-то из страха даже, ну, совершать все эти действия, понимая, опять же, на основе духовного разума, то если мы не будем все эти вещи делать, мы, ну, не сможем продвигаться. Поэтому, если нету естественного почтения, естественного влечения, тем более, естественной любви, но мы знаем, что это существует, мы должны просто следовать тому, что нам, ну, советуют, совершать какие-то действия. И первое, первое, что нам необходимо, научиться вот смиряться, терпеть, оказывать почтение всем, не ожидать почтения к себе и делать неустанные попытки в этом направлении. ну, отречение не поможет, то есть, прятаться где-то в пещере или в комнате ото всех, как бы, и говорить, что общение на меня неблагоприятно влияет, ну, просто попытка сбежать, ну, нужно выходить, общаться, в общем, я просто постоянно сталкиваюсь с такой проблемой, что все проблемы вообще во взаимоотношениях, они исключительно от недоговоренности. то есть, люди могут годами, годами там обижаться друг на друга, вот, просто недавно, лет пять проходит, люди просто решают встретиться, поговорить, и понимают, что они находились, что один, что другой в иллюзии, под нами, то есть, там, ну, этих отношений, их и не существовало, на самом деле, ну, какого-то, ну, негатива в этих отношениях не существовало, но, из-за того, что в уме жила идея какая-то, все это, поэтому, ну, нам нужно, ну, идти, ну, общаться, просто нужно научиться общаться, поэтому существует эти, этикет, даже знать этикет, как правильно общаться, то есть, ну, его нужно изучать, по крайней мере, понимать, как общаются между собой преданные, вот, конечно, мы не можем подражать этому, потому что это будет, ну, становиться сахаджей, но, по крайней мере, мы знать, знать эти вещи должны, какой-то, нет внутреннего какого-то уважения, ну, по крайней мере, пытаться, но вести в рамках внешних каких-то правил, ну, воспевая Святое Имя, постепенно сердце очищается, то есть, мы должны очень внимательно воспевать Святое Имя, тогда, тогда вот эти чувства, они будут естественным образом приходить, потому что мы должны постоянно, постоянно во время воспевания отслеживать, куда идет наш ум, то есть, слушает он Святое Имя, либо он хочет наслаждаться, потому что нужно понять, что наша вся нелюбовь к окружающему миру, это от желания наслаждаться, что у нас, а желание наслаждаться, оно рождается в уме, то есть, ум он постоянно уводит, то есть, ну, это можно очень, ну, если мы внимательны к своей духовной практике воспевания, то мы начнем все эти вещи видеть, каким образом ум, он нас затягивает в различные схемы удовлетворения чувств, и вот это удовлетворение собственных чувств не дает нам возможность развивать отношения, основанные на любви с другими живыми существами, с преданными в первую очередь, он засасывает нас, и мы как бы хотим наслаждаться сами, отдельно от Господа, от Господа, если мы отдельно от Господа, значит, мы отдельно от преданных, поэтому, ну, если мы пытаемся постоянно внимательно воспевать, то есть, внимательно среотачиваться на звуке, на имени Господа, мы все эти вещи начинаем видеть, понимать, и, ну, есть вероятность нисхождения какой-то милости, потому что любовь, она же по милости, это не то, что там, даже материальная любовь, она по милости, то есть, люди, которые пережили какую-то материальную любовь, они вот, на самом деле, очень много знают, ну, и вот такая вот материальная любовь на грани, на грани между вожделением мы, ну, какой-то, ну, допустим, как мать вот к ребенку, да, она испытывает эту любовь до какой-то степени, она все равно, ну, где-то находится в материальном категории, но до какой-то степени отблеск можно прочувствовать, поэтому это милость все, все по милости. Так, ну, я не знаю, я надеюсь, я ответил, что она пробовала, что завтра узнаем. А насколько она учится? Матху Суну проявила свою любовь. Так, ну, что? Харихарая? Харихарая нама Кришна, ядавая намаха, ядавая мадхавая кешавая намаха, Ядавая нама Кришна, ядавая нама Кришна, ядавая мадхавая гр profession, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok